Мы приехали и получили патенты. А чем занимаетесь? Стройкой. Потому что так хорошо, закон послушный, нам никто не обижает. Разрешение на временное проживание для жены. Я-то сам местный, не требуется. Если я гражданин, то она должна жить по закону, как положено. Армения, Таджикистан, Азербайджан, Управление миграционной службы – те, кто желает жить и работать в России легально. Сколько в Прикамье тех, кто трудится нелегально, точно никто не скажет. Если за минувший год в Пермском крае на миграционный учет встало более 88 тысяч иностранцев, то патентов и разрешений на работу выдано было всего около 21 тысячи. Даже если прибавить сюда тех, кто, не найдя работу, уехал из Прикамья, дисбаланс налицо. В миграционной службе сетуют на правовую безграмотность мигрантов и утверждают – получить разрешение на работу несложно. Иностранные граждане должны работать в Российской Федерации исключительно при наличии разрешения на работу. Чтобы получить разрешение на работу, иностранец обращается лично, либо через организацию, ходатайствующую в его трудоустройстве, в миграционную службу. Список документов невелик. Это заявление, паспорт, миграционная карта, квитанция об оплате госпошлины, трудовой договор и медицинское освидетельствование. У ФМС трудового мигранта сфотографируют и дактилоскопируют. Разрешение на работу должны выдать в течение 10 дней. По этому разрешению можно работать только в том регионе, где его выдали, и помнить об одном важном условии. Срок действия разрешения на работу может быть не более одного года. А что делать после этого года? В обязательном случае выезжать за пределы Российской Федерации, а затем въехав, получить новое разрешение на работу. Я советую всем иностранным гражданам, что приедут в Россию, оформляют документы, патенты, разрешение на работу. Если кто-то за пару тысяч рублей жалеет, не платит, они 5 лет Россию не видят. Все, до свидания, депортацию сделают. И правильно сделают. В минувшем году за пределы России из Пермского края выдворили более 400 нелегальных мигрантов. Россию они теперь увидят не скоро. В миграционной службе говорят, что в наступившем году число депортированных, скорее всего, увеличится. Юлия Алеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!